О Добродетелях О Благодарении Бога Ежедневно благодари от всего сердца Бога за дарование тебе жизни по образу и по подобию Его, жизни разумно свободной и бессмертной. Благодари еще за то, что Он тебя, безрассудно ввергающего себя в болезни, предвестнице смерти телесной, часто избавляет от них, исправляет твои ошибки и не лишает тебя земного живота твоего, зная, что Он дорог для тебя, что ты не готов еще к той вечной жизни. Благодари Его за все средства к жизни, за все радости и скорби в жизни, ибо все от Него, Всеблагого Отца, все от первой оной начальной жизни, всем уделившей и взаимодавшей жизнь. Для чего нужно за все благодарить Бога и добрых благотворительных людей? Больше для нашей же пользы, чтобы нежнее, тоньше были чувства нашей души, чувства зависимости нашей во всем от Бога и от добрых людей, признательной к ним любви и чувства нашего ничтожества без Бога, чувства нашей немощи обойтись без помощи добрых людей. Иисус Христос, раздавая пищу, предварительно взирал на небо, благодарил, благословлял, потом преломлял и подавал. Апостол Павел на корабле делал так же. Так и мы должны благодарить Бога за пищу и питье, и за все блага вещественные, но в особенности духовные. Молящийся, как голодный, должен алкать, крепко желать тех благ, в особенности духовных, прощения грехов, очищения, освящения, утверждения в добродетели, коих он просит в молитве. Иначе напрасно слова тратить. Тоже разумей о благодарении и словословии Господа, «Алкай благодарить и славить Господа непрестанно, ибо все от Него, все дары Его благости и милосердия». Что есть ложная благодарность Богу? Ложная благодарность, когда, получая от Бога щедрые, незаслуженные дары, духовные и вещественные, языком благодарят за оны и Бога и употребляют только в свою пользу, не разделяя их с ближними. Такая благодарность есть ложная и Богопротивная. Это значит языком благодарить, а делом являть крайнюю неблагодарность и злонравие. Когда получишь исцеление от какой бы то ни было болезни, воздай благодарение Господу следующим кратким словословием. «Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Отца, едини исцеляя и всякий недуг, и всякую язю в людях. Яко помиловал мя, еси грешного, и избавил еси мя от болезни моей я, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыка, силу твердо творить волю Твою во спасении души моей окаянной и в славу Твою с обезначальным Твоим Отцем и единосущным Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О мире и простоте души Мир есть целость, здравие души, потеря мира, потеря здравия душевного. Достигай всю жизнь простоты веры, простоты надежды и простоты любви. Будь прост в вере, надежде и любви, и будешь всегда беспечален, покоен и весел. Ащу око Твое просто будет, все тело светло будет. То есть вся жизнь Твоя светла и весела будет. Будь прост умом и сердцем в вере и жизни и в удовлетворении телесных потребностей. Люби без размышления. Любовь проста. Любовь никогда не ошибется. Так же без размышления веруй и уповай, ибо вера и упование так же просты. Или лучше, Бог, в коего веруем и на коего уповаем, есть простое существо, так же, как Он есть и простая любовь. Всякое благо от Бога, и Бог есть для нас всякое благо. Вот простота веры, надежды и любви. Если какая-нибудь мысль, жизнь для сердца, то она истина. Если томление, смерть сердца, то она ложь. Господь наш есть мир и жизнь, и миром, и жизнью почивает в наших сердцах. Простота – величайшее благо и достоинство человека. Бог совершенно прост, потому что совершенно духовен, совершенно благ, и твоя душа, пусть не двоится, на добро и зло. Диавол обыкновенно вселяется в нас через один лживый помысл или мысль ложную и вожделение греховное, и потом действует в нас и беспокоит нас. Так он прост. Не пачили Господь Бог духов вселяется в нас через единую мысль и любовь истинную и святую, и с нами бывает, и в нас действует, и бывает для нас всем. И так молись без сомнения, просто, то есть в простоте сердца, без сомнения. Как мыслить легко, так и молиться должно быть легко. Отсутствие мира в душе, возмущение, коим отличаются все страстные состояния души нашей, есть духовная смерть и знак действия в сердцах наших врага, нашего спасения. О надежде христианина На пищу ли и питье, на деньги ли, на человека ли я надеяться буду, не слепец ли я буду тогда, воистину Бог моя надежда, Он все для меня. Христианскую надежду можно охарактеризовать так «Молись и надейся, подвизайся и надейся». Средства, утверждающие надежду христианскую, молитва, особенно частое и искреннее молитвенное исповедание грехов своих, частое чтение Слова Божия, особенно же частое причащение святых животворящих тела и крови Христовых. Надо надеяться на Господа при всех искушениях, при всех безотрадных состояниях души. Избавит Господь! Руководители наши к надежде христианской, Сам Господь, причистая Его Матерь, все святые, пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, все они потекли к Богу с надеждою спасения, и никто не постыдился, все спаслись. Упование не посрамит, говорит Писание, и не посрамило. Еще предмет упования. Вот приступают к сердцу страсти. Быстр поток их, трудно удержаться, не поддаться им, но имей надежду на Христа и победишь их. Говори, борют мя страсти, владыка, но сам мя заступи и спаси, спаси мой. От юности моей я враг мя искушает, с ластьми палит мя. Аз же, надеяся на тебя, Господи, побеждаю сего. Надежда происходит из веры, как растение из семени, как ручей из источника. Мы веруем, что Господь благ и милосерд, что Он любит нас, как Отец. Следовательно, Он желает нам всякого блага и истинного счастья. Бедствия христиан от того, что не имеют христианской надежды. Вот у человека теснота греховная на сердце, тоска, скука грешная. Если надежды христианской нет у Него на сердце, то что Он делает? Прибегает к искусственным средствам прогнать тесноту и скуку, к развлечениям преступным, а не ко Христу, коего иго блага сердцу нашему и бремя легко. Доселе я жил Богом, мыслил, чувствовал, питался и впредь буду жить им же. Всякое беспокойное попечение отлагаю и полагаюсь на надежду мою, на дыхание мое, Христа. Открый-ка Господу путь твой и уповай на Него, и Той сотворит. Начни жизнь по заповедям Божиим, уповай на Бога и спасешься. Христианская надежда есть успокоение сердца. Такое успокоение сердца основывается, между прочим, и на примерах попечения Божия о спасении душ человеческих. Мы часто видим, что Господь отзывает из жизни человека вскоре после того, как Он окончит какое-либо доброе дело во славу Божию, чтобы иметь Ему там помилование в оном деле на страшном суде. Надежда христианина, как добродетель, требует, чтобы мы в надежде на будущее блаженства, всю жизнь боролись со грехом и побеждали его, призывая в помощь Господа Иисуса Христа, и упражняли себя во всякой добродетели по слову Господа «Будете уба вы совершене, якоже Отец ваш Небесный совершен есть». Надежда христианская есть надежда наша на Христа и на вечное блаженство, обещанное нам Христом. Он край желания нашего, той спасет люди своя от грех их. «Рад бы в рай, да грехи не пускают», говорят многие из христиан, не имеющие понятия о христианской надежде, как будто грехи есть какая-то нерушимая стена. «В том и будем стоять, чтобы научить, как надеяться на Христа, потому что не всякая надежда есть христианская, истинная, спасительная». «Я живу», — говорит Господь, «и вы живы будете, перейдете от смерти к жизни». Все Евангелие подтверждает надежду нашу на жизнь. «Хочешь видеть надежду христианскую во всем ее величии? Читай церковные молитвы, проследи богослужение христианское, особенно воскресные и праздничные службы. Там ты увидишь бесконечное богатство благ, обещанных верующим». Бедствие христиан от того, что не имеют христианской надежды. Утверждению в сердце молящегося надежды много способствуют опыты получения просимого, а эти опыты внимательный к себе легко заметит. О любви к Богу и близким Главная заповедь закона Божия есть любовь. Ее надо исполнять неотложно. Но дьявол, зная это, противопоставил и противопоставляет свою нечистую плотскую любовь, который от начала научил и доселе учит людей. Любовь мира сего, любовь прелюбодейную, любовь почестей мира сего. «Тебе дам всю славу, если падше поклонишься мне», говорил дьявол Господу. Жизнь сердца есть любовь, смерть его, злоба и вражда на брата. Господь для того нас держит на земле, чтобы любовь к Богу и ближнему всецело проникла наши сердца. Этого и ждет он от всех. Это цель стояния мира. Любовь к Богу и ближнему в настоящем нашем поврежденном состоянии без самопожертвования не бывает и быть не может. Кто хочет исполнить заповеди о любви к Богу и ближнему, тот должен заблаговременно обречь себя на подвиги и лишения ради любимых. Если ты хладен, безразличен к человеку, к ближнему твоему, не любишь его горячо, то кто мне поручится, что ты горячо любишь Бога? Не любяй брата своего, его же виде, и в ком Бог пребывает, Бога его же не виде, как а может любите. Не будь же хладен, двоедушен в отношении к ближнему, и ты не будешь хладен, двоедушен и в отношении к Богу. Все мысли, чувства и расположения сердца, клонящиеся к разрушению любви и к насаждению вражды, от дьявола, напиши это на сердце своем и всячески держись любви. Человече, когда взираешь на горящую свечу предыконую и постепенно тающую от огня, помяни, что и жизнь твоя, как свеча, постепенно истаивает, что как тает воск от огня, так должно таять сердце твое от любви к Богу твоему Создателю, что как тает свеча от огня, так тают грехи твои от пламенной покаянной молитвы по милости пострадавшего за тебя до креста и смерти. Человече, радуйся, когда бесценному приносишь ценную жертву, когда величайшему благодетелю приносишь какую-либо стоящую для тебя жертву. Не ищи дешевой жертвы для Бога. Это недостойно Богу. Но если имеешь достаток, приноси Ему ценную жертву. Не ругайся над величием Его благодеяний к тебе. Для себя, для своих занятий жечь свечи не жалко, а на молитве жалко и для Бога жалко. Ничего земного не люби и ничего земного не жалей для человека и ни из-за чего не питай к нему вражды. Любовь стремится услаждать любимого и ничем для него не дорожить. Распять плоть со страстьми и похотьми и ее за ничто считать и все, что она ценит очень, любит сильно. Сласть, деньги, одежду, дома, экипажи считать за ничто, за ссор, гной, землю, как и действительно все это так и есть. А считать за самая драгоценная в жизни любовь и для нее всем жертвовать, ей все покорять, для нее всем пренебрегать. Люби с любовью в сердце к Богу и ближнему. Все будешь иметь и не оскудеешь, ибо где любовь, там Бог, а Бог все для нас. Главное же – живот наш, мир, сладость, блаженство. Если я люблю брата как себя, то усердно, с охотою делюсь с ним душевным своим имением, своим умом, образованием, своими познаниями, свою духовную и житейскую опытностью. Не таю слова, не зарываю таланта в землю, стараюсь сказать людям, неведущим и заблуждающимся волю Божию. Премудрость, благость и всемогущество Творца, излившиеся на видимый мир и невидимый, готовы излиться всею своей бесконечностью и на тебя, если ты будешь стараться быть верным Отцу Небесному чадом, если будешь исполнять Его заповеди о любви к Богу и к ближнему. Подвязайся же всеусильно, недремлемо, подвигом добрым. Любовь к Богу тогда начинает в нас проявляться и действовать, когда мы начинаем любить ближнего, как себя, и не щадить ни себя и ничего своего для Него, как образа Божия, когда стараемся служить Ему во спасении всем, чем можем, когда отказываемся ради угождения Богу от угождения Своему чреву, Своему зрению плотскому, от угождения Своему плотскому разуму, не покоряющемуся разуму Божию. Без этих же условий нет в нас любви Божией. Старайся быть нелицеприятным и нелицемерно любящим людей всякого состояния и качества, невзирая на лица, звания, достаток и бедность. Управляй строго своими мыслями и сердечными чувствами и ни на минуту не давай сердцу лукавить и подчиняться его капризам. Будь Божиим рабом, а не рабом своих страстей и прихоти лукавого. Любящий ничего не жалеет для любимого и все земное считает за ничто, лишь бы утолить его голод или жажду, лишь бы одеть его или доставить ему безопасность, покой и удовольствие. Любящий не жалеет для любимого даже себя самого. Носи в сердце постоянно слова «Христос есть любовь!» И старайся любить всех, жертвуя для любви не только имением, но и собою. Не любовь есть болезнь, а больного надо больше жалеть, большую заботливость, большую любовь оказывать ему, потому именно, что он болен. Люби! С любовью в сердце к Богу и ближнему все будешь иметь, и не оскудеешь, ибо где любовь, там Бог. Враг больше всего нападает на любовь, на чувство любви, и адски стремится исторгнуть из сердца любовь, чтобы растлить душу и тело человека и сделать его неспособным к истинной любви через насаждение ложной, плотской, узкой, слепой, безумной, срамной, бесплодной, смертоносной. Люби всякого человека, несмотря на его грехопадение. Грехи грехами, а основа-то в человеке одна, образ Божий. Почитай человека, несмотря на его грехи, потому что он всегда может исправиться. Всех люби, особенно возлюби тех малых, которые имеют нужду в тебе, в твоем снисхождении, в твоей помощи, в твоем покровительстве, любовь и уважение, которым у тебя упало до нуля. Не радуйся, когда тебе оказывают ласку и любовь, считая себя по справедливости недостойным того, но радуйся, когда тебе предстоит случай оказать любовь. Оказывай любовь просто, без всякого уклонения в помышлении лукавства, без мелочных, житейских, корыстных расчетов, пометуя, что любовь есть сам Бог, существо препростое. Помни, что он все пути твои назирает, видит все помышления и движения сердца твоего. Крест без любви нельзя мыслить и представлять. Где крест, там и любовь. В церкви вы везде и на всем видите кресты, для того, чтобы все напоминало вам, что вы во храме Бога любви, в храме любви, распятой за нас. О любви к врагам «Любите враги ваши», говорит Господь, «как и я люблю вас, всегдашних врагов моих, и, любя, все благое делаю для вас. Сотворил вас, обновил и обновляю растлевшее грехами естество ваше. Питаю, одеваю, освящаю, оживляю, радую. Благословите, клянущие вы, как и я благословляю вас всем, хотя вы и произносите на меня часто ропот и хулу. Добро творите ненавидящим вас, как и я. Каждое мгновение жизни творю добро ненавидящим меня. И молитесь за творящих вам напасть и изгонящие вы, как и я молился за самих врагов моих, распинателей моих иудеев, до конца жизни гнавших меня и убивших меня позорную смертью. Многого ли я требую от вас, когда повелеваю вам молиться за врагов ваших, которые не ведят, что творят, сами и как мои враги не знали сами, что творили мне. Если я сам исполнил эту заповедь и, предписывая исполнять ее и вам, без сомнения буду сам и помогать вам исполнить ее, то какой труд в исполнении ее? А вы жалуетесь, что это невозможное дело любить врагов, благословлять проклинающих, добро делать ненавистникам нашим? Как невозможное дело! Не человеческими ли силами и я исполнил эту заповедь? Не вашую ли душою? Не в вашем ли теле? Нет. Только самолюбие, гордость и злонравие ваши утверждают, что это невозможно. Это, напротив, возможное и легкое дело для верующего в меня. Надо только поверить от сердца, что вражда врагов наших против нас есть их немощь, их болезнь, которая их мучит, терзает, омрачает, причиняя им самим тысячи непроизвольных зол, и что любовью к ним, благотворительностью и молитвою за них, мы можем избавить их от этой болезни, столь страшно охватывающей, попаляющей и опустошающей души их. Надо только поверить от сердца, что они немощные члены наши или лучше члены самого Христа, о коих мы должны прилагать деятельное попечение, как о себе самих, чтобы исправить, исцелить их и возвратить им надлежащее здравие и силу. Все мечта, кроме любви истинной. Холодно обошелся брат, невежливо, дерзко, злобно. Говори, это мечта дьявола. Чувство вражды тревожит тебя из-за холодности и дерзости брата. Говори, это мечта моя. А вот истина, я люблю брата, несмотря ни на что. Я не хочу видеть в нем зла, которая есть мечта бесовская в нем. В нас одна греховная природа. Скажешь, очень, очень трудно любить злых врагов своих. Очень, очень тяжело с открытым любящим сердцем говорить с ними, приветствовать их, служить им. Или скажешь больше, что вовсе невозможно это для тебя. Для твоих собственных сил, пожалуй, невозможно, но не для Христа твоего. С Ним все возможно тебе. Итак, призови Его в помощь. Призови немедленно, внутренно или в умной молитве, когда будешь глаз на глаз с недоброжелателями и врагами своими. Иисусе, сила моя, крепости моя, помоги мне исполнить заповедь твою о любви ко врагам, о дружелюбном приветствии неприятелей. Я сам оказываюсь бессильным к исполнению этой заповеди. Мое сердце порывается к злобе, уста готовы язвить врага, глаза готовы бросать на врага адский пламень злобы, руки готовы поражать обидчика заушениями и побоями. Итак, помоги мне, спасителю мой. Без тебе, по твоему же словеси, я не могу творить и ничисоже. И уверяю тебя, что если ты искренно будешь просить помощи свыше, она непременно подастся тебе, и ты сам на опыте узнаешь, как с помощью Христа Спасителя легко любить и самих врагов, искренно приветствовать и самих недоброжелателей твоих. Мудрость духовная О, как мудр должен быть христианин в жизни! Он должен подобиться многоочитому Херувиму быть весь оком, весь умом и размышлением непрестанным, кроме случаев, в которых требуется неразмышляющая вера. Не должно с удивлением и злобою смотреть на разные грехи, слабости, страсти человеческие, потому что это ветхая прелесть, немощь всего рода человеческого, и сами люди своими силами никак не могут избавиться от нее. И необходим был спаситель человеков, ни ходатай, ни ангел, но сам Господь воплоти, да спасет всего мя человека. В этом состоит житейская мудрость христианина. Смирение. На молитве необходимо намеренное, обдуманное, крайнее смирение. Надо помнить, кто говорит и что говорит. Особенно это нужно во время чтения молитвы Господней Отче Наш. Смирение разрушает все козни вражии. Ах, как много в нас тайной гордости! Это я знаю, в этом не нуждаюсь, это не для меня, это лишнее, в этом я не грешен. Сколько своего мудрования! смиряйся наподобие травы пред вековыми дубами или как колючая терния пред великолепными, благоуханными и нежными цветами, ибо ты трава, ты колючая терния по причине своих страстей. святые всю жизнь готовились и очищали себя от всякой скверной плоти и духа. Особенно надо научиться смирению, ибо начало греха гордость. Деница пал гордостью. Если ты подлинно хочешь быть смиренным, то жаждой всяких обид и притеснений себе, как голодный алчат пищи, ибо по правде Божией ты этого достоин. Если ты хочешь быть истинно смиренным, то считай себя ниже всех, попранием всех, ибо ты ежедневно, ежечасно попираешь закон Господа и значит самого Господа. Если ты хочешь быть смиренным, считай себя достойным всякой злобы и ненависти других и всякого злословия и не раздражайся и не питай злобы на тех, которые злобятся на тебя и злословят или ложно порицают тебя. Терпение Святой апостол Павел исчисляя добродетели любви на первом месте ставит добродетель долготерпения. Любый говорит долготерпит. Почему долготерпение на первом месте? Потому что наша природа, растленная грехом, прежде и больше всего не дугует нетерпением поспешностью. Все нехороши, я один хорош, исправен. Все поступайте так, как я поступаю. Все будь по-моему, так думает нетерпеливый. На втором месте стоит милосердие. Любый милосерствует, потому что далее люди больше всего страдают несострадательностью и жестокосердием. Потом стоит беззавистность, потому что будучи жестокосерды к бедствующим, люди по адской злобе своей завистливы в отношении к благоденствующим. Им не сносно чужое благосостояние, чужие утехи. В великие праздники Господь посылает великие кресты терпения, чтобы воспоминание великих благодеяний Божиих нам грешным было соединено с крестоношением для нас внутренним или и внешним. Крест терпения налагает на нас враг Божий и человеческий дьявол, ибо в великие праздники он имеет обыкновение насиловать нашу душу к внутреннему прелюбодеянию с собою или злобою или гордостью и призорством или хулою нетерпением и огорчением или маловерием и неверием или сребролюбием и скупостью или окамененным нечувствием и леностью. Все неприятности в жизни старайся принимать равнодушно, терпеливо, по возможности без смущения. Если мы будем возмущаться и раздражаться от них, то будем в высшей степени сами неблагоразумны, сами будем врагами своему благосостоянию душевному и телесному. Кто озлобит вас, аще благому подобнице будете. Истинно добрый человек никем и ничем не обижается, потому что он сам в себе добр. Мысль отца моего. И ненавидящему и хулящему тебя желай всякого добра, паче же спасения души. Вразумляй его и кротостью и любовью, если и не хочет слушать тебя, если и противится тебе, смеется над тобою. Долготерпи ко всем, как владыка. Долготерпи ко всем, как к тебе долготерпелив Господь. Любы долготерпит. Потерял отца, мать, сына, дочь, благодетеля, друга. Не скорби безутешно, а перенеси потерю великодушно с христианским упованием. Беспорядки находишь дома, не возмущайся, стоит ли из-за них смущаться. Не дороже ли всего мир душевный, не лучше ли в мире мы поправим всякий беспорядок и смущением, не производим ли мы нового беспорядка в душе своей, и не портим ли еще больше дела, не увеличиваем ли иногда более домашнего беспорядка своим смущением. Исполняющему послушание есть плод богатый и для тела, ибо что ленивые теряют, то трудолюбивые и усердные несущие послушание приобретают. Обиженный кем-либо, научись побеждать благим злое, злобу благостью, кротостью и смирением. Нетерпеливого человека все раздражает, сердит, потому что он очень себя любив и заботится много о благосостоянии плодского человека, которого не мешало бы ему почаще распинать различными образами. Незлобие Приучи себя к незлобию, так, как будто бы не ты слушал укоризны, клеветы, обиды, а кто-либо совсем другой, или как бы тень твоя. Не допускай мнительности. Аз не злобием моим ходих, внегда восстать и грешному предо мною, а не мех и смирихся и умолчах. Когда в глазах твоих люди впадают в различные грехи против тебя, против Господа, против ближних и против себя самих, не озлобляйся на них, ибо и без тебя много злобы в мире, но жалей их от души и извиняй их, когда они обижают тебя, говоря сам себе, Господи, отпусти им, ибо их путает грех, они не знают, что делают. Об отвержении себя Авва Пафнутий говорил просившим его совета «Пойдите, любите скорбь более спокойствия, бесчестия более славы, более любите давать, нежели принимать». Самоотвержение и неразлучное с ним ношение креста, налагаемого плотью, миром и дьяволом. Эти слова имей всегда в памяти всякий христианин. «Иже аще хочет по мне идти, да отвержится себе и возьмет крест свой и по мне грядет». Беречься надо крайне сравнивать себя с другими в каком бы то ни было отношении и ставить себя ниже всех, хотя бы ты и действительно был в чем-либо лучше многих или равен весьма многим. Все доброе в нас от Бога не наше. Сие не от вас, Божий дар не от дел, да никто тоже похвалится. Брось всякое саможеление, особенно когда тебя ненавидят другие, озлобляются против тебя, причиняют тебе разные грубости, насмешки, ругательства и другие выходки, когда явно превозносятся над тобою, будучи под тобою. Распни свое самолюбие, своего ветхого человека, возненавид сам себя как Бога противного человека. Чаще приводи себе на память, что в тебе зло, а не в людях. Таким убеждением, совершенно истинным, предохранишь себя от многих грехов и страстей. Беда наша часто в том, что мы свое зло приписываем другому, как бы нелениво и нерасслабленно была твоя плоть, как бы не клонила она тебя ко сну, преодолей себя, не пощади себя для Бога, отвернись себя, да будет дар твой для Господа совершен, дай Богу твое сердце. Если встретишь от кого-либо из посторонних невнимания и пренебрежения к себе, не оскорбляйся, не обижайся этим, но скажи себе, «Я достоин того. Слава тебе, Господи, якосподобил мя и си непотребного по делам моим бесчестия приятий от подобных мне сочеловеков. Сам же заявляй всегда любовь ко всем, особенно к своим, искренно, усердно, всесердечно, громогласно, а не холодно и вяло, лениво, притворно, неохотно, в полголоса. В этом веке мы согрешаем непрестанно и между тем до того самолюбивы, что не хотим переносить никакого обличения, особенно пред другими, но в будущем веке прегрешения наши будут обличены пред всем миром, пометуя это судилище ужасное, да переносим в осмирении и незлобии обличения здешние, и да исправляемся от всех наших недостатков и грехов, особенно дотерпим обличения от начальников, а их да вразумит Господь не по злобе обличать, но с любовью и духом кротости. О смирении плоти и воздержании я немощь, нищета, Бог сила моя, это убеждение есть высокая мудрость моя, делающая меня блаженным. Не бойся лишений телесных, бойся лишений душевных, не бойся, не малодушествуй, не раздражайся, когда тебя лишают денег, пищи, питья, сладостей, одежды, жилища, даже самого тела. Бойся, когда враг лишает душу твою веры, упования, любви к Богу и ближнему, когда он всевает в твое сердце ненависть, вражду, пристрастие к земным вещам, гордость и прочие грехи. Не убойся от убивающих тела, души же не могущих убить людей. У кого боль в пояснице, у того, кто много ест и пьет? У кого боль в голове, кто много ест и пьет? У кого сон беспокойный, кто много ест и пьет? Кто ходит, как будто в чаду всегда, кто много ест и пьет? Кто предан лености? Кто много ест и пьет? Кто меньше всего способен к духовным занятиям? Кто много ест и пьет? Кто больше всего подвержен страстям, особенно раздражительности и гневу? Кто много ест и пьет? Кто плохой друг? Кто много ест и пьет? Ибо у того, чье сокровище чрево и пища с питьем, не ищите сокровища дружбы и любви нелицемерной. Пока ест твое, он льстит тебе, а потом, при удобном случае, поднимет на тебя же из-за пищи и питья питу свою. У кого скверные, лукавые и хульные мысли, кто много ест и пьет? Кто дерзок к святыне, кто много ест и пьет? Кто худой молитвенник, кто много ест и пьет? Кто теряет веру в Бога, в бессмертии своей души, в духов добрых и злых, кто много ест и пьет? Кто легок телом и бодр духом? Человек воздержный. У кого легкая, свежая голова? У воздержного. Кто ходит всегда во свете, имеет ясные мысли и светлое душевное око? Воздержный. Кто ревностен ко всякому труду? Воздержный. Кто способнее всех к духовным занятиям? Воздержный. Кто господствует над своими страстями? Воздержный. Кто кроток и терпелив? Воздержный. Кто прекрасный друг? Воздержный. Ибо у него сокровище – Бог и душа человеческая, или человек, в коем он видит вечный образ Бога невидимого. У кого благоговейное и святое настроение мыслей? У воздержного. Кто благоговеет пред всякою святыней? Воздержный. Кто молится духом и истинною? Воздержный. Кто стяжал несокрушимую веру в Бога, в бессмертие своей души, в воздаяние по делам каждого, в духов добрых и злых, словом, в мир духовный? Воздержный. Ибо через воздержание он сам стал как бы духом. Вот плоды невоздержания и воздержания. О прощении Остави нам долги наши, якожи и мы оставляем должником нашим. Оставляй малые долги, например, долг деньгами, хлебом с солью, да оставит тебе Господь большие долги твои. Оставляй обиды тебе причиненные, согрешения, неисправности против тебя. Да Господь оставит тебе твои ему обиды, твои неисправности. Оставляй долги должникам своим с радостью, как радуется добрый сын тому, что имеет случай исполнить волю любимого отца своего. Не мсти за себя никому ни за что. Бог мститель. Мне отмщение ас воздам, глаголит Господь. Мир и любовь храни всеми силами. О милосердии и милостыне Блажение милостивии Яко тии помиловы не будут. Кто милостивые? Между прочим, те, которые прощают обиды, причиненные им ближними словом или делом. А ща отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Вот милость твоя и милость тебе Божия. Как сами даром получаем рубли, то это ничего, так быть должно. А как нищий, по виду здоровый, получает от нас даром копейку, три копейки, беда. Откуда в нас жалость, горечь, негодование и какая-то злоба возьмутся. То не ядец думаем, а иногда и говорим. О самолюбцы, о слепцы, о злобные! Где вера наша? Где Христос в лице нищего? О лицемеры, о фарисеи! Будь благопослушлив и скор на помощь к ближнему, и Бог будет благопослушлив и скор на помощь к тебе. В нюжи меру мерите, возмерится вам. Окажи любовь к брату пожертвованием того, что для тебя дорого. Тот подает истинно милостыню, кто подает от сердца и любящим сердцем. Щедро подавай милостыню истинно бедным, и Господь щедро воздаст тебе в тот же день, в который подашь милостыню. Говорят, как узнают бедные, что подаешь всем милостыню, так и будут все к тебе ходить и надоедать. Что же, и прекрасно! Ведь и мы, зная, что Отец Небесный подает милость просящим у Него, вот и идем все к Нему с верою и надеждою. Радоваться надо, что к нам, грешным, идут бедные. Они – очищение грехов наших. Да кроме того, через Свою милостыню мы имеем счастье несколько уподобляться Отцу Своему Небесному. «Будете милосерди, – сказал Господь, – як уже Отец ваш Небестый милосерд есть. Слава Богу, что к нам идут бедные, значит, Господь еще с нами. То беда наша была бы, если бы они бежали от нас. Тогда оставила бы и нас милость Божия. Суд без милости, не сотворившему милости». Тот истинно милостивый, кто беседует со всяким сердечно, а не одним умом или устами, кто отдает всякому искреннее, сердечное почтение, кто проповедует Слово Божие и служит от чистого сердца, нелицимерно, словом, кто объемлет всех и носит всех любовью в сердце своем, призирая все вещественное, что становится препятствием к любви между мною и ближним, тот истинно милостив. «Принимай охотно в дом свой всех, зная, что ты сам живешь даром в Доме Божием, в этой вселенной и в духовном Доме Божием церкви, уготовляющей тебя к вечному животу. Давай с радостью и туне вкушать всем от своей трапезы, пометуя, что ты даром вкушаешь ежедневно от трапезы владычней самого его причистого тела и крови его. Как грех смиряет тебя, показуя тебе великую твою немощь, мерзость и непрестанную нужду в Боге и его благодати, так нищего смиряет нищета и нужда в других людях. Обогати нищих! Многие, многие из них забудут и Бога, и благодетелей своих, погубят души свои в роскоши мира сего. Так пагубно богатство! И так ослепляет оно очи сердечные! Оно делает грубым и неблагодарным сердце! Не презирай ни единого человека, никакого бедняка, но с полным уважением и благорасположением относись ко всякому человеку благонамеренному, особенно к бедным, как к достойным сожаления членам нашим или паче членам Христовым, в противном случае жестоко уязвишь душу свою. «Господи, научи меня подавать милостыню охотно, с ласкою, с радостью, и верить, что, подавая ее, я не теряю, а приобретаю бесконечно больше того, что подаю». Милость нечеловеческая подозрительна. Боится, как бы не дать тому, кто имеет, или не дать много. Милость же Господня не такова. Благ Господь всяческим. Ищедроты его на всех делях его. «Имущему, говорит Господь, дано будет, и приизбудет от неимущего же, и ежемнице имея, взято будет от него». «При служении ближним иногда является лицеприятие или ленность, неохота, или гнев и раздражение, или желание вознаграждения. Знай, награда Твоя – Христос». К вопиющей бедности, происходящей от старости и изнурения сил, от болезни, от бесплодных или мало вознаграждаемых трудов, от действительно трудного положения, от многочисленного семейства, от неурожая хлеба, надо всегда спешить на помощь, особенно людям богатым. Надо руководствоваться историей времен апостольских, примером первенствующей церкви. «Человек, веруй твердо в неистощимость Божию в дарах своих и раздробляй охотно алчущим хлеб твой. Чем больше будешь подавать, тем больше будет Бог посылать тебе. Таков Божий закон. В неужи меру мерить, возмерится тебе. Благородного и возвышенного духа тот человек, который благостно и щедро рассыпает всем свои дары и радуется, что он имеет случай сделать добро и удовольствие всякому, не думая о вознаграждении за то». Будьте внимательны к себе, когда бедный человек, нуждающийся в помощи, будет просить вас об ней. Враг постарается в это время обдать сердце ваше холодом, равнодушием и даже пренебрежением к нуждающемуся. Преодолейте в себе эти нехристианские и нечеловеческие расположения. Возбудите в сердце своем сострадательную любовь к подобному вам во всем человеку. Как и гостеприимцы, многие окажутся суетными вследствие лицемерного, тщеславного обращения с своими гостями, с сердечным расположением, да приносим жертвы свои на алтарь любви к ближнему. Доброходно бодателя любит Бог. Все должны запасаться елеем милостыни и добрых дел, да ни ту не явятся пред судьею в день страшного испытания, да ни наги явятся на оном всемирном позорище. С вещественную милостью непременно должна об руку следовать духовная, ласковая, братская, с чистосердечной любовью обращение с ближним. Не давай ему заметить, что ты одолжаешь его, не покажи гордого вида. Те, которые подают алчущим хлеб или деньги с жилением, с лукавым оком и несытым сердцем, все равно, что кладут яд в свой хлеб или в свою милостыню, хотя этот яд духовный, невидимый. Самое слово милостыня показывает, что она должна быть делом и жертвою сердца и подаваема с умилением или сожалением о бедственном состоянии нищего и с умилением или сокрушением о своих грехах, в очищении которых подается милостыня. Ибо милостыня по Писанию очищает всяк грех. Кто подает милостыню неохотно и с досадою, скупо, тот не познал своих грехов, не познал самого себя. Милостыня есть благодеяние прежде всего тому, кто ее подает. Если человек не заботится об исправлении сердца своего, надеясь на свою милостыню, то он мало получит пользы от нее, ибо что одною рукою созидает, то другою разрушает. Субтитры создавал DimaTorzok